Он странно у тебя это делает. Значит, 91-й псалом. Защитный псалом на уровне таком, что его читают по любым поводам. Сейчас я более подробно о нем расскажу. Я вначале его зачитаю все-таки более-менее. Я тут обнаружил сайт, где читают без мотива, а читают просто как школьника читают. Причем там поставленный актерский голос читает, поэтому все в порядке. Итак. Иосиф. 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 Первый псалом. Цадикалов. Иосиф. Цадикалов. Иосиф. 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 Всевышнего, обычно для сепардских ребят, да и для ашкенадских довольно сильно, это имя защиты, имя могущества, имя всемогущий правильно. Комментарий я долго не мог найти, хороший этим логический разбор имени, пока не нашел, как это ни страну раби Цадака из Люблина, который четко совершенно говорит, что имя Шадед, грабить, то есть это имя силы. И здесь довольно важная вещь, потому что вот есть к этому имени совершенно блестящий на мой вкус и лучший комментарий, который был всегда, а к именам книги псалмов, как мы убедимся, например, следующего нашего сегодняшнего примера 67-го псалма, имена надо быть очень чувствительным, какие имена ставятся в книге Тхили. Так вот, Рамбан пишет следующее, что это имя, это Мидад Хаддин Шельмата, это сила нашего мира, не верхнего мира, а нашего, в котором происходят тайные чудеса для праведников, чтобы спасти их от смерти, чтобы дать им возможность выжить во время голода. Но при этом эти чудеса не выходят за пределы законов нашего мира, и они не похожи на чудеса, которые были сделаны нашим наставником Муше, например, во время десяти казней египетских. Вот сила этого комментария, она поразительная, комментарий очень сильный, потому что на самом деле, хотя он приведен к книге Боришит, к книге Бытия, он на самом деле больше относится к смыслу того же, к первому, ко второму разговору Муше с Всевышним, когда Всевышний говорит, что я открылся вашим прадцам под именем Шадай, а имя Хошем не открылось. Потому что то, что происходит с нашими прадцами, там все спасения, все вмешательства Всевышнего, они не являются прямыми чудесами. То есть Всевышний вмешивается в их жизнь, и на самом деле тот, кто читает книгу Бытия, не замечая истории про отцов, не замечая, что там есть еще один персонаж во всех историях абсолютно, и этот персонаж Всевышний, и он там всегда подводрует, чтение подводное. И ежели его исключить, то регулярно просто непонятен рассказ становится, его обязательно надо вводить и просто следить, что там всюду присутствует Хошем, но события, они земные там. И когда что-то происходит с прадцами, мы понимаем, что это происходит по воле Бога, в этом смысл рассказа. Но при этом там нет чуда. Там может быть откровение, но там не бывает чудес прямых. Там может быть. По этому поводу, пребывающий под покровом Всевышнего, находящийся под тенью именно Шадай, именно вот это аккуратно употребленное имя, не сказано здесь под тенью Хошема. Специально. Специально не сказано. Потому что... Блин, секундочки, можно спросить? Да. А? Да. Например, это имя, мне кажется, когда Сара... Было сказано, что Сара должна же родить. Мне кажется, что там Шадай тоже. Нет. И Шадай тут всегда очень аккуратно. Я делаю подробный разбор. Я могу сделать подробный разбор, в каких местах это имя встречается. Но, по-моему, это тема подробного анализа этого имени в книге «Боришит» в книге «Бытия». Это как предисловие книги Йову. На самом деле, вот я хочу вам кое-что показать. Это очень удобно. Такие вещи видите. Сейчас кому это перетащить. Ага. Значит, сейчас я покажу, заширю и покажу. Вот то, что я сейчас показываю, вот это. Вот то, что сейчас вам видно, да? Такая таблица большая. Это некоторая услуга на сайте «Микроотгдалот» издательства Кетер. Это совершенно, это огромное количество паштанин, только которые обычно в «Микроотгдалот» не входят. И там редкие вещи, которых, куча комментаторов, которые когда-то знаменитые на них ссылаются. Например, Ибн Белам, Ибн Балам, точнее, правильно. Очень много на которых ссылаются, но которые недавно только стали опубликоваться. Их многие из рукописей взяли. Это Масад Равкук осуществил это издание. Но теперь есть интернет-издание. И это очень удобно. Так вот, там можно на любое слово щелкнуть, и он может выдать вот такую таблицу, как вот я сейчас показываю. Это имя Шадай. И указана вот одна из опций. Он укажет, сколько раз в какой книге это имя встречается. В какой книге Танах. Книги Бориши шесть раз. Вот, ежели вы нажмете сюда, то он выдаст вам все стихи, где он упоминается. Вы увидите, что всюду, где упоминается это благословение Авраама, и ссылки на благословение Авраама, обещание дать землю. Вот всюду, где это встречается, это везде. В книге Бамидбар, в книге Шмот это ссылка на благословение Авраама, в книге Бамидбар, это очень важно, это Белам. Это в текстах Белама. Так вот, книги Псалмов два раза. А вот где 31 из 48, вот обратите внимание, 31 из 48 употреблений словов в Танахе, это в книге Йова. Поэтому это имя надо оставить для разбора, для книги Йова. Вот просто такая есть опция, по-моему, очень удобно при исследованиях пользоваться этим сайтом. Я люблю этот сайт, на короткоталот, там можно много кого посмотреть, кого обычно не видно. В книге Йолим это имя встречается в двух псалмах, и оба в нашем, и в 68, где это сила царей. Не буду сейчас рассказывать, в 68. Значит, так вот, то, что здесь говорится, это пребывающий в тени всемогущего, вот это более-менее принятый перевод к этому имени. Причем, хитлонан, вы меня извините за вульгарность, но от слова, это метлонан, это вот это вот слово, оно, от этого слова «Малун гостиница» и «Малина притон», да, в идишевском сленге, который перешел в русский язык. Вот слово «малина» – это вот именно вот это слово. То есть тот, у кого «малина» под крышей Всевышнего. Извините, я специально вот сейчас очень вульгарно это перевожу, но на самом деле это, по-моему, отражает некоторый смысл его псалма. Тот, у кого покровитель Всевышний, вот слово «гитлонэн» – это лалун ночевать. Отсюда гостиница, да, современная. И «малина» в русском языке – это вот это же слово, этот же… То есть, но вот эта сторона, для этого псалма безумно важна, что здесь не идет речь о чудесах. Здесь речь идет о защите повседневной, без чудес. Вот это очень важно. Я готов сказать одну вещь. То, чего мне, например, не хватает в 13 догматах Маймонида, в «Шлоше с Рейка Реймуна», мне там очень не хватает. «Я веру полной верой, что Всевышний все время рядом со мной». Вот мне очень не хватает этого. А псалм именно про это, что он всегда рядом со мной. Вот это… Вот там это прямо не сказано, там это сказано более абстрактно. Мне не хватает, ну, вот такого совершенно простой, просторечной вещи. Так вот, здесь про это он писал мне. Да, Песя. Включите звук себе. Ой, извините. А в первом предложении есть два имени Всевышнего. Там есть, ну, у нас в переводе «Всевышний» и «Всемогущий», да? То есть там не только Шрадан? «Всемогущий» – это не имя. Во-первых, я хочу заметить следующее, что есть список имен, с которыми никто не посмеет спорить. То, что является именами Всевышнего, это то, что… Это Галаха. Вот я напоминаю, что Равин – это знаток закона Галахи. Зачем ему нужно? Ежели он читает проповеди, то зачем ему нужно знать закон? Ответ это ставит его в рамки. Вот он может летать с мыслью, как хочет, но есть рамки закона. Он не имеет права их покидать. Вот это ограничение. У Рамбама есть, и это в Шульханарух скопировано, и все это пишут, что есть то, что называется имена Всевышнего. Эль, Гошем, Адон, Элуким, Шадай, Сваот. Я к концу приблизился. Их немного. Это имена. Все остальное эпитеты, замены, обозначения и так далее. Теперь, является ли в этом слово Всевышний в русском языке? Я заменяю регулярно, когда мне нужно перевести Гошем, чтобы не входить в проблемы, я регулярно перевожу Всевышний, когда речь идет не о переводах Торы, а не о переводах стихов, а когда речь идет о бытовой речи, в связи с тем, что все-таки мы не любим употреблять имена Бога лишний раз и называть Бога прямо. Лишний раз не любят. Именно поэтому. Теперь, является ли слово «эльем» в этом стихе эпитетом Всевышнего, то я хочу заметить следующее. В этом стихе идет повторение. «Ибо ты, Гошем, убежище мое», здесь нет сомнений в первой части, «эльйон Санта-Монэх». И те слова «эльйон» совершенно очевидно означает «высях». «Высях ты поставил свое прибежище». Или «пребывание твое». «Мэон» – это «чертоги». «Чертоги твои находятся в «высях». И слово «эльйон» совершенно очевидно в девятом стихе, вот здесь. И слово «эльйон» в первом стихе. Обратите внимание, что слово «макси», вот оно, появится во втором стихе. Очевидно, что оно должно быть одинаково. По этому поводу сидящий может быть правильно, что слово «эльйон», оно смехут к слову «сеттер». И в тайне, в высшей тайне, пребывающий в высшем сокрытии. Вот «эльйон» опять слово «сеттер» – это словечко, я не буду вам сейчас показать, только в кордации, это словечко из Игейова. И там это слово направо и налево пользуется. И «лагастирпаним» от этого слова «скрытие». Почему-то скрываешь свое лицо от меня. И тогда я не буду от тебя скрываться, произнести. Вот слово «эльйон» – это «сеттер», оно там регулярно. Поэтому, может быть, это, и у каббалистов это регулярно, именно так употребляется этот стих, пребывающий в высшей тайне, пребывающий среди высших тайн. Я не исключаю, что слово «эльйон» здесь не имя Всевышнего, а просто местоположение на самом верху. И это очень многие, это комментарии многочисленные, именно в этом направлении смотрят. То, что слово «эльйон» здесь может не означать Всевышнего, весьма вероятно. Что он подразумевается, это точно. Но вот при буквальном переводе, правильно ли это переводить по кровам Всевышнего, не знаю. Не уверен, но так как нужно выбирать один вариант из того, что у нас есть, выбирается этот. Потому что я не могу написать в переводе весь веер понимания. Нужно выбирать что-то одно, к несчастью. А очень хочется время трени поставить веер и написать несколько вариантов. Теперь, я не буду пока разбирать, я хочу просто разбирать по смыслу стихов, как бы первое чтение сделать, а потом немножечко поговорим о смысле, когда мы попытаемся сконструировать из стихов общий смысл. Омер, я говорю, обратите внимание на перевод вот этого слова. Это проблема для всех комментаторов. Я сразу скажу, это проблема для Ибнезера, для Раши, для Радака, вот всех каких вы возьмете. Обратите внимание. В первом стихе. Тот, кто пребывает, Йошеп третье лицо, пребывающий под покровом Всевышнего, находящийся под сенью Бога, я говорю Хашему, ты прибежище мое, ты, Митсуда, это крепость. Причем такая возвышенная горная крепость обычно. Ты, горная крепость моя, Бог мой, которой я полагаюсь, мой бетахон на бой. Далее, третий стих. Кигуе целхами пах Якуш, ибо он спасет тебя от капкана. Пах – это капкан, Якуш – это тот, который поймает. От капкана силка может быть. Вот такие слова, все, которые ловят живот. А, я не поставил, извините, я забыл зашириться. Значит, он спасет от капкана, от мора, Девермор, хобот губительный, при этом губительный здесь очень такое эмоциональное, описание хорошего слова не знаю, вообще губительного, но, может быть, и созидающего, это слово одно в две стороны идет, так как это эмоциональная, скорее, сфера. Он укроет тебя крылом, значит, укроет тебя крылом, под крыльями его найдешь убежище, вот это махсе-то хасе, ты найдешь убежище, цена высохара амито, щит и кольчуга истина его, но твердая, твердая гарантия его, он твердая гарантия, как щит, и кольчуга, на самом деле, панцирь, скорее, неважно, типа это самое. Раши, которые старательно опишут, что цена, это большой ростовой щит от лучников, такой, ну, в принципе, там древний ростовой щит, не вот щит, как у рыцарей, а щит ростовой, который ставится на землю, на самом деле. Значит, не бойся страха ночного, страшилища ночного, здесь очень хорошее будет понимание, страшилища ночное, экран побольше, я могу такое сделать, удобно будет, так удобно. Ну, видно, да. Можешь вор побольше сделать. Распадется соответствие строк. Нет, в смысле, у тебя вот 111 написано сверху, сделай побольше процентов. А куда же дальше-то? Ну, хорошо, беседы, мне видно, но они не очень, может быть, кому-то мелко. Нет, он только потеряем на этом. А, 500. Сейчас, один момент. 500. Нет, но это невозможно. Нет, сам ворд, сам ворд, видишь, у тебя написано 111 сверху. Да не написано мне там 111. Ну, написано в первой строчке, в правом конце. 168. Ну, я вижу цифру 111. Ну, хорошо, неважно. Сэр. 243. не годится. У меня осталось 111, но все, неважно, окей. У каждого свое, вот у меня, у меня написано 243. Это твой экран. вы, наверное, на себе сделали, а выставлено там, где 111. у меня два, у меня стоит два очень больших экрана, поэтому мне... Нет проблем, нет проблем. Все, видно, хорошо. Я вижу, а у вас, я не знаю, у меня просто два очень больших экрана стоит передо мной. Извините, мне кажется, раньше был еще перевод. А? Спрашивают, раньше был перевод, но это другой файл, здесь и вредь. А, хорошо, хорошо, спасибо. Проделите внимание, сейчас, секунду, посмотрите наверх, у каждого есть настройки просмотра. Вы можете увеличить сами, если вам это будет удобно, ваш собственный экран просмотра. Неважно, все, хорошо, идем дальше. А, это вы у себя экран сделаете, вы можете на весь экран. Конечно, мы увеличиваем, да, но... Значит... Дальше. Следующая строка точно совершенно, продолжая первую очередь, вот это не бойся, не будешь бояться, да, лотера, или не бойся. Страшилище ночного, стрелы летящие днем. Бидевер боуфалех, вот это мор, пробирающийся во мраке, девер – это болезнь, эпидемия, чума, вот все такие вещи, это эпидемия. Вот, надо сказать, что офаль – это ближе к сумеркам, это туман, это серость такая, мгла. Вот офаль – это мгла. Не эпидемии, пробирающиеся во мраке, надо сказать, что во время эпидемии корона, сколько народу говорили, что 91-й псалон описывает эпидемию короны идеально. Вот этот чума, пробирающийся во мраке, тайком, и дальше. От учтите слово, кэтов переведено словом «болезнь» просто для того, чтобы никого не раздражать, и по просьбе издателя. Кэтов – это может быть какая-то разновидность черта вообще-то. Но следуя рамбому, болезнь, ужас и так далее. Значит, далее. И вот теперь про болезни, как вот это строится. Упадет справа от тебя тысяча и десяток тысяч, извините, слева от тебя упадет тысяча и десятка тысяч справа, а до тебя не доберется. Вот Егош – это нападение войск, до тебя не доберется. Здесь есть два комментария, есть Раши к этому месту. Значит, Раши просто человек моральный и этичный, потому что то, что здесь написано, как бы говорится, некоторая страшная вещь, что справа от тебя падут тысячи людей, ты в строю находишься, да, слева десятки, наоборот, слева тысяча, справа десятки тысяч, а ты останешься цел, единственный в строю, как бы, вот что здесь. При таком понимании, это стандарт понимания у всех авторов, кроме Раши. Раши говорит, что еполь здесь то же самое слово, которое употреблено проэсава, от ней коль ахив в Японии. Значит, он будет вставать лагерем против всех братьев. По этому поводу слева от тебя встанет лагерь в тысячу, справа от тебя будет встанет лагерь в десять тысяч, то есть ты как бы в окружении, но к тебе логи гош, к тебе они не смогут пробиться. Это Раша к этому месту, перевод следует большинству мнений. Значит, рак бей нех от табит в шлумат раш тир э. Сразу скажу, что слово шилумат раша им, вот это слово, воздаяние, как его понимают все комментаторы, но при этом все помечают слово единственное расписание, правильно ли мы понимаем это слово, мы не знаем, но причем даже самое, вот даже вот такое академическое абсолютно словарь Би-Ди-Би, это английский словарь Танаха, академический, на который можно ссылаться в академических трудах смело, без доказательств. Это место помечает, что это, конечно же, достояние или наказание, я видел статью, где говорится, что какое-то угорицкое слово означает падение врагов, но понятно, что увидишь ты глазами как это называется слово внутреннюю взору. Дальше девятый стих, так как ты Гошем убежище мое, Эльон Санта Манаха, ты поставил убежище свое в высинах, в высинах, и опять обратите внимание, что это от первого лица Максим, мое убежище, это я говорю, убежище мое, то дальше опять до сих пор было ты увидишь, вдруг опять первое лицо, опять человек говорит от себя, и дальше не случится с тобой беда, а замечу, вот это очень важный глагол, потому что именно случится, это случайность, это авария, это катастрофа, это причем такая непредсказуемая, например, ну, толна отсюда современного еврейта, авария, дорожная авария, непреднамеренная, не приключится с тобой беда, несчастье, опять, снега, может быть, несчастьем, может быть, болезнью, не приблизиться к шатру твоему, ибо своим ангелам он велит охранять тебя во всех твоих путях. На самом деле, здесь нужен комментарий, действительно, это по-моему, Рафсимха Буны из Пшисха, что слово ЕЦВ, обратите внимание на здесь канцеляция важна, правильное чтение, кем лаха в ЕЦВ лах, ибо он повелит тебе ангелов, вот буквально, я точно читаю, точка с запятой, лишь мурха охранять тебя на всех путях твоих. Вот это ЕЦВ следуя принятой традиции, повелит заповедь от этого корня, но у этого корня еще и в Танахе есть одно использование, это слово цавта, как говорит Рафсимха Буны, повелит составить компанию, цавта это экипаж, цепет, да, в современном в рейтинге, это экипаж, ну и так далее, то есть он снарядит тебе в компанию ангелов, вот это понимание является пшатом, он снарядит тебе в компанию ангелов, чтобы они охраняли тебя на всех твоих путях, вот это точный перевод, вот как Рафсимхам Буны говорит, и я думаю, что он прав абсолютно, потому что иначе должно быть по-другому сложение стиха, и другая структура стиха. Далее идет совершеннейшая фантастика, что должны, кем должны заняться эти ангелы. Они на руках будут нести тебя, чтобы ты на камень не надо, а камень не споткнулся, то есть не спасать, а просто будут носить тебя на руках ангелы. Кстати, есть митраж очень смешной к этому месту, где обсуждается, кто выше, праведник или ангел, и говорится, ну, конечно же, праведник, потому что его ангелы носят, потому что если бы ангелы были выше, то праведники бы носили ангелов, а у нас ангелы носят праведников, праведник выше ангелов. Такой совершенно замечательный митраж, значит будешь топтать ногами, дарах это как виноград топчет ногами, да, будешь топтать, вот свелище, представьте себе, бочка в ней лежит, лев и крокодил, лев и кобра, а человек их топчет, выжимая из них, вот здесь это самое, термос кфирботамин, кфир, это еще один синоним слова лев, растопчешь льва и крокодила, рамас это размножать, размножить, не знаю, по-моему, нет у него продолженной формы, размножать, нет такого слова, значит, будешь, растопчешь льва и крокодила, киви хашак ва фалтеху, опять смена лица, ибо ты меня хотел и я спасу тебя, хашак это не просто любить, это не просто стремиться не случайно, перевод он имеет этот оттенок, хашак это страсть подобной любовности, причем не любви, мужа к жене, там любовь, а хашак это парень к девице, это такая именно страсть, такая страсть ко мне буквально, ибо меня ты страстно желаешь, ко мне стремишься, как парень стремится к девице, то я возвышу тебя за то, что ты знаешь имя мое, отдельно поговорить, позови меня, и я отвечу тебе, с тем, пусть позовет меня некто, и я отвечу ему, с ним я в его беде, я спасу его, и возвеличу его, покажи ему кого-то, дам насытиться длинными днями, и дам вар эгу, и дам и покажу ему, дам увидеть, дам увидеть свою победу. Значит, я хочу сразу заметить, что главная проблема, какая тут есть, в этом псалмуре. Их две на самом деле. То, что вы видите, вот здесь сейчас, то, что я сейчас переключился, синим и желтым помечены лица. Значит, во втором стихе говорит Хашему, ты мой, да, мое прибежище, то есть, это все первое лицо, ты мой бог, которому я, Эфтах, я полагаюсь. Дальше, третий, четвертый стих, да, при этом разбитка идет, как читать надо, интонационная разбитка, как показано по данным, по знаком к интелляции, вот эта разбитка, она вот именно сделана здесь. Значит, обратите внимание, дальше, второй, третий, пятый, третий, четвертый, пятый, седьмой стих до восьмого стиха, кто-то обращается к кому-то, ты увидишь, потом вдруг опять девятый стих разбивает и повторяет собственно второй, говорит Хашему, ты мое убежище, мой бог, которому я доверяю, девятый стих повторяет, ибо ты, Хашем, мое убежище, ты поставил в вершинах, опять идет ссылка наверх, и дальше опять десятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый стих, опять идет текст, кто-то обращается к тому, кто опасается опасности, кого надо защищать, кого надо защищать, то есть опять кто-то обращается к кому-то, дальше явно слова Всевышнего, ибо он ко мне страстно стремится, я его спасу, я вознесу его за то, что он знает мое имя, это ясно, что это прямые слова Всевышнего, дальше идет неожиданно, опять продолжаются слова Всевышнего, только теперь не обращенные, точно так же, но они обращены абстрактно, я к нему, кому-то, к тому, кто сидит в тени Всевышнего, за то, что он меня любит, я спасу его, пусть он позовет меня, я отвечу ему, с ним я в беде, его беде, причем ему, может быть, я вместе с ним страдаю в этой беде, но, скорее всего, во всякой беде я рядом с ним, я спасу его, дам насытиться ним. Вот то, что здесь ясно, что идет какой-то странный диалог, то, что здесь идет какой-то диалог, это довольно очевидно. какой, причем мне очевидно, если мы откроем, вот, чтобы было ясно, я вам покажу другое чуть-чуть место, ну, я показываю, если или нет, то, по-моему, вот это. То, что я сейчас показываю, это перевод на арамейский, это торгум псалмов, он называется торгум торгум, самое позднее, пятый век новой эры, это самая поздняя датировка возможная этого торгума, может быть, раньше немножко, то есть, это в древности идет, обратно внимание, перевод «Амар лошем макси мацедати», «Я говорю Хашему, ты мое убежище и престаряйся», «Амар Давид» торгуми, это сказал Давид, дальше перевод идет довольно точный по это самое, но дальше следующий стих, «Ибо он спасет тебя от ловушки, ибо он спасет тебя, мой сын Шломо», то есть, вот это обращение во втором лице, в данном случае, как бы, по торгуму вот этого древнему, как бы Шломо обращается к Давид обращается к своему сыну, получает своего сына Шломо, «Ибо он спасет тебя, мой сын Соломон, от того, 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 и это продолжается до девятого стиха, там, где опять неожиданно, «Ибо ты, Гошем, мое прибежище», наставления к тебе кончились, то есть, наставления Давида Шломо кончились, и теперь «Б Анный Шломо», и отвечает ему Соломон, после всего, что ему сейчас сказал Давид, «Б Хэнамар», и так он ему сказал, и так сказал, «Арум Ант Хуха Шэм», потому как ты, Хуха Шэм, Руха Цан, и Спацатель мой, в высших мирах поставил свое место пребывания, и вот дальше идет совершенно неожиданно. стихи с десятого и дальше «Не случится с тобой беда, болезнь не подкрадется к твоему шатру, ибо ангелам он заповедует тебе». Вот этот стих Таргун переводит «И отвечал, и отвечает Маре Алма, и отвечает Владыка Мира». И вот что сказал «Не случится с тобой никакой беды». То есть происходит вот такой фантастический совершенно по красоте диалог. Всевышний в тот момент, когда Шламо прерывает то, что говорит Давид и говорит «Ибо что ты Хошем мое прибежище», то объявляет свою верность Всевышнему, отвечает ему уже Всевышний. Ни из чего с тобой дурного не случится. Вот в Таргуме именно такое же разбиение идет. И понятно, что вот как-то бороться с тем, что все время разные лица и разобраться кто кому что говорит здесь вроде бы необходимы. Я видел разной степени удачи это дело, но Таргум он просто очень хорош в этом отношении, потому что Таргум вот именно вот это разделение, что стихи девятые и десятые это совершенно потрясающие по красоте диалоги, потому что получается так, что Шламо говорит в тот момент, когда герой псалма, тот, который пребывает в тени Всевышнего, под тени Всевышнего произносит ибо ты Гошем мое прибежище, то ему отвечает Всевышний и теперь с тобой не случится никакой беды. Вот эта перекличка, она действительно совершенно великолепна получается. И дальше идет вообще-то некоторая третья кто-то говорит, что с тем, кто так делает ничего, ангелы будут назначены ему в компанию, чтобы его охранять, будут нести на руках. И дальше в конце совершенно точно опять с 14 стиха происходит прямая речь Всевышнего, ибо он ко мне стремился, я за это его спасу. Вот теперь про этот псалмом давайте обратим внимание еще на одну сторону. Итак, вообще до сих пор мы пришли к следующему, что в тот момент, когда на самом деле смысл псалма очень простой, в тот момент, когда человек полагается на Всевышнего и всей душой это провозглашает, с того момента он как бы находится под защитой. Это очень хорошо разложится в схему Рамбома, Хэшгаха протит, не буду сейчас говорить о таких вещах, слишком сложно, ну так, чтобы на одной ноге рассказывать, что Рамбом считает, что Хэшгаха протит, она происходит в тот момент, когда человек устремлен к Всевышнему, это не просто абстрактно, а когда человек мысленно с ним, тут есть о чем поспорить и что обсудить в этой теме, но то, что для Рамбома, например, вот удивительное дело, Рамбом ведь очень мало комментирует Танах, да, вышла книжка комментарии Рамбома к Танаху, но это собрано из разных книг, собрано под одну обложку, это компиляция такая, но как это не смешно, этот псалом Рамбом комментирует полностью от начала до конца в Муреновухи, в третьей части Муреновухи, то есть этот псалом его задевает и это чуть ли не единственный псалом, который он прокомментирует в прямом тексте, именно этот, для него он очень важен, но он на самом деле комментирует его кое с чем спорит, и вот с чем здесь нужно кое-что понять. Вот смотрите, во второй части стих одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, вот здесь здесь более кроме вот и какая-то беда или болезнь не подкрадется твоему шатру, но здесь как бы враги как бы обозначен кубры, львы, еще один лев и крокодил. Но вот давайте вот в этой части лотера ты не будешь бояться какого-то абстрактного страха ночного, пахот лайма. Кстати, здесь довольно важный момент, вот слово пахот, которое вы здесь видите, переведено угроза в ночи, ну как-то надо переводить, слово пахот это страх, я хочу заметить следующее, пахот гашем, страх Божий, никогда так не говорится, говорится ерат хашем, пахот это страх буквальный, страх как бы чего ни случилось плохого, а ерат хашем это совсем другое, нету такого оборота пахот хашем, есть ерат хашем, совершенно разные вещи, значит, от страха, это вот реальный страх физический, от страха в ночи, какой-то стрелы, которые летят, дальше мор какой-то, который идет во мраке в сумерках, во мгле, во мгле лучше просто значит справа падут что за страхи, чего мы боимся, чего боится герой, здесь какая-то не очень понятная страхи, которые не очень понятно как описаны, и вот здесь нам на помощь придет уже приведенный торгом. То, что выделено желтым, я читаю, не будешь бояться страхов, чертей, которые ходят ночью, и нападение ангела смерти, который нападает, пытается ограбить днем, и компания группы чертей теме теме хабрин бытигра, которые терроризируют в полдень, ничего с тобой плохого не случится, умыкнишь, что до мазика логика логика рэвла мишканха, и компания чертей не приблизится к твоим. Ну, мазик – это вредитель, но при этом, зная эпоху, здесь этот вредитель – это, так говорят, и про людей, но когда вот так абстрактно, то это почти всегда черт. Значит, то есть, как бы страхи, которые идет речь, здесь как бы страхи инфернальные, то есть, не ощутимые, а вот такие это сами. То есть, это болезни, это угрозы, которые нельзя подготовиться, как бы, но в наше время от болезни можно подготовиться, сделав прививку, хотя мы все знаем, что прививка, она действует там. Смотрите, упаковку и ежели вы доверяете автору, который говорит, что 80% случаев защищает, то значит 80%, но все равно из каждой пятой все равно эта жуткая болезнь продолжает тебе подкрадываться в спиритуальной мгне, вот давайте так скажем это. то есть это вот такие страхи. И вот здесь мы обнаружим, к чему это все я рассказываю. А вот к чему. Весь самое странное состоит следующее. Не самое странное, а самое важное для нас. Да, чтобы было понятно. Мы горели с Праги в пражской рейбе этот псалом приводит как аргумент, что некоторые говорят, что чертей колдовства не бывает, а как же говорит он, есть 91-й псалом, который надо читать. И отсюда прямое доказательство, что они есть. Это пражский рейбе, тот, который голому сделал. Но давайте я кое-что прочту. Значит, это Талмуд, трактация ВООД, 15-й лист, и там речь идет о следующем. Значит, границы Иерусалима, когда нужно раздвинуть границы Иерусалима, это делается по решению Сангедрина в составе 71 человек, и они должны обойти всю новую границу, с песнями, в руках они несут лахмей туда, хлеба с благодарственной жертвоприношения, и при этом они читают, значит, и они должны заглянуть в каждый уголок новой границы Иерусалима, а границы Иерусалима, это важно для религиозных целей, потому потому что только в границах Иерусалима можно есть пасхальную жертву и еду второй десятины, еду второй десятины, ее надо и в чистоте, и на территорию Иерусалима. Это настолько важно, что, например, я могу показать прямо на карте Иерусалима, там когда-то был огромный пустырь, огороженный крепостной стеной. Этот пустырь был именно для паломников, чтобы там они могли есть пасхальную жертву, ну и прочие радости, там собирались люди отмечать праздники. И каждое расширение Иерусалима такое, вы видите, какое мероприятие, обходят члены Санкедрина с арфами, тарелками, ну с оркестром, заглядывают под каждый камень, в каждый уголок и произносят псалмы 30-й, Ширш-Альпогеем 91-й и третий псалом. Значит, это вот оркестр, что исполняет, левицкий оркестр исполняет. И среди всего прочего говорится следующее, что 91-й псалом называется Шир-Пагаим, то есть псалом атаки, псалом защиты. Значит, и далее, вот теперь мы читаем следующее. Раби Игашуа Бен-Леви говорит, значит, пусть человек прочтет эти капиталы псалмов, ну, Элу края, выгонит и идет спать. То есть, перед сном надо читать в порядке, значит, сотый псалом, Шир-Туда, тридцатый, 91-й и третий, вот в этом порядке. Если вы откроете Сидур, по крайней мере, Нусахсфарат, это хасидский Сидур, то там именно эти четыре псалма читаются перед сном в качестве Криадшмаргамита. Обратите внимание, те же псалмы, которые призваны защитить новые границы Иерусалива, как бы человек перед сном ставит вокруг себя мысленную защиту от всяческих напастей и читает те же псалмы, которые при постановке крепостной стены, но обратите внимание, что текст там справа Мемене, Михаэль, Мемена, Гавриэль и так далее, что справа от меня Гавриэль, слева Михаэль, Мемене, да, справа Михаэль, слева Гавриэль, но Михаэль это верховный архистратик, да, то есть он начальник генштаба, а Гавриэль главнокомандующий. И над головой Шхинат Эль, над головой защита прямая Бога. То есть это вот эта постановка защиты, и этот псалом постановка защиты вообще-то. Но далее произносится следующее. Сказал Раби Гашо Бен Леви, разве не он же сказал, что значит это надо читать перед сном для защиты, перед тем, как идти спать, разве не сказал тот же самый Раби Гашо Бен Леви, запрещено лечиться словами Тора. Значит, это это на Галаху. Словами Тора запрещено лечиться. Значит, можно ли, значит, по этому поводу правила выглядит так. Раби у моего сына запор. Что делать? Раби читает Гилим. Вот лечиться от запора читая Гилим или от поноса, неважно. Это неправильно. Словами Тора, вот ежели вы напрямую считаете, что это помогает, то это запрещено. Точно так же, значит, это некоторое правило. По этому поводу книга Синуша Гилим, где написано, какой псалом надо от какой болезни конкретной весьма лечиться. Это, в общем, некоторое нарушение того, что здесь написано. И нарушает постановление Рамбома. А каббалисты пренебрегают этим запретом и считают, что оно не на Галаху. Значит, отвечает по этому поводу Раби Игасио Бен Лени Лен Аген Шонин. Защита другое дело. Но когда то, что он говорит, что запрещено лечиться словами Торы, это запрещено, когда есть рана или подобная вещь. То это запрещено. Значит, понятно. то есть, как бы он говорит, значит, сефарды в таких случаях и ашкеназы многие говорят в таких случаях приблизительно так, что можно, что в без худо, в награду за то, что я прочел псалмы, как бы пусть это меня защитит. Но на самом деле, при более-менее оформленных страхах, что читает 23-й псалом, его не читает, потому что его читает не перед сном, а когда идут. Это псалом, когда не просто страшно, а страшно конкретно. Это 23-й псалом. А это инфернальные такие. Вот это 91-й. Значит, и это мы видим, что вообще Ширпагаим, он уже это самое, тогда использовался именно для защиты от именно вот такого рода вещей. Показательно, я не знаю, стоит ли такие истории рассказывать, но тот, кто знает, что такое массы Ярушалми, я не знаю, все ли знают, что такое массы Ярушалми. Ну, будем считать, да я просто скажу. Это еврейская сказка в стиле Тысячи и одной ночи. Записана она рукой раби Авраама, сына Рамбома. Это сказка. Это именно сказка. Записана она рукой, вот это поразительно совершенно, кто пишет в сказке Рамбом, который против всех этих сказок и подобных вещей, его сын записывает сказку. Раби Авраам бен Рамбом, бношем Рамбом. Значит, и там есть одно место, что когда герой попадает в город к чертям, а там с этим Ягудаем, там еврейские черти, то он там отмечает субботу, значит, и в конце субботы уверенно начинает читать 91-й псалом, потому что его читают на исходе субботы всегда. Значит, вдруг обнаруживает, что синагога пустела. Он не знал, что попал в горы чертей, его наняли Меламидом туда детей учить. Ну, чертовых деток кто-то уже учить должен тоже. Да, и вот он это прочел, потом только он начал читать, а вдруг синагога стала пустой. Ну, значит, смотрит, не может понять, через некоторое время появился его, ну, тот, кто его пригласил туда в гости, и говорит, что ж ты делал, ты читаешь Сюр-Пагаим, нас всех за две тысячи форсангов унесло. Ты не вздумаешь здесь это читать, это нельзя здесь читать. Ну, вот это показатель для еврейской сказки. Она твердо знает, для чего читают Сюр-Пагаим. Именно вот для этого. То, что он случайно при них это прочел, это да. это вот по этому поводу, значит, когда читает Муцей Шаббат перед сном, когда нужна эта защита, и его читают на похоронах, Хеврак Адиша обычно читает, и читают его во время искора. Тоже обязательно, потому что в данном случае понятно почему, потому что искор похороны это встреча на границе живых и мертвых, и это псалом, обозначающий границу. Обратите внимание, вот это важный момент, это самый важный момент, псалом, обозначающий границу между мирами. Поэтому он читает сюда. но я хочу добавить еще одну вещь. В книге Решит Хохма такая весьма каббалистическая книга построена на каббалистических мотивах, но в основном она по этике Мусара, книга Мусара, наставление именно мусарных, как правильно себя вести. В книге Решит Хохма есть по поводу этого псалма сказана некоторая вещь, которую надо понимать, почему она здесь сказана. Так как Хашем это источник всех имен и всех данностей, так как человек кладет свое упование на корень всего, то именно поэтому он говорит это моя защита. Вот почему это здесь сказано. И дальше идут из нашего псалма. А вот почему. Обратите внимание. Идет в стихах с пятого по восьмой и с десятого по тринадцатый, а это две половины нашего псалма, прерванные вот этой коронной фразой «Ибо ты Хашем мое убежище», и дальше произносится ключевая фраза псалма за то, что ты, за то, что ты киедашми, за то, что ты знаешь имен бед. Вот зачем перечислено столько имен бед? Почему не сказано кратко? Вот это правило перечисления бед по именам, причем иногда оно идет дико подробное, вы с ним сталкиваетесь в самом для вас может быть неожиданном месте. В Седер-Ла-Эль-Песах, в Агаде, пасхальной Агаде, там есть довольно странный на первый взгляд спор, сколько бед, сколько казней Всевышний послан на Египет. 10, 50, 200, и там идет упражнение мудрецов, кто придумает больше. И вроде бы странное место, почему в пасхальной Агаде все это рассказано, зачем понадобилось явно агадическое множение казней египетской. Ясно, что там не имеется в виду, что на Египет посланы больше 10 казней. Там явно что-то другое хотел сказать. И почему это вставлено в пасхальную Агаду? Почему? Это Медра, что он не принадлежит. Корень пасхальной Агады находится в последнем пэраке трактата Пасахин. Последний просто основу пасхальной Агады рассказывает. Но зачем туда вставлено это? Ответ он очень простой, потому что сказано всякую болезнь, которую я положил на Египет, я тебе не пошлю. То есть чем больше я перечислю болезней, которые были на Египте, тем меньше достанется мне. Вот эта идея перечисления по именам разных бед в нашем псалме, оно как бы покрывается сверху киедашми. Так как ты знаешь мое имя, и здесь комментарий Рамбама, знаешь о моей гашгахе, знаешь о том, что я защита твоя, так как ты произнес, ибо ты Гашем Макси Ильем Санта Мау Неха, ибо ты Гашем Мау Макси вот эта фраза, которая является ключевой для того, чтобы все подключить вот эту систему защиты, то, с чего начинает по торгуму Давид о я провозглашаю Хашему, ты мое убежище, ты моя, ты мой замок, мой бог, которого я полагаю, и он тебя за это, вот если ты сделаешь как я, делай как я, он за это спасет тебя от всех бед, поименно перечисляется и тот, кому он обращается в восьмом, в девятом стихе произносит кеатаха шем махси, вот это то, что ваанай шламов вторгуми, вот тот момент, когда человек это понимает, тот, кому передает отца к сыну, произносит ибетыха шем махси, то с тобой ничего не случится. То есть как бы имя Всевышнего, оно перебивает все имена болезней, оно перебивает все имена несчастья, видимых, которые невидимо подкрадываются, по этому поводу это именно защита от невидимо подкрадывающей беды. Единственное, что надо добавить ко всему, что я сказал, принято читать, и вы можете посмотреть на исходе субботы, и всегда надо сказать, что когда этот псалом читают отдельно, всегда его начинают с последнего стиха предыдущего псалма, 90-й псалме, веги ноам адонаэ элогейно алейну, ноам переведено благо, но ноам это не просто благо, это приятственное благо, вот это ноам это наоми имя, да, вот отсюда, это не просто благо, а это душеприятное благо, да, веги ноам владыка бог нас нам, вот здесь серьезная точка запятой, там очень линей стих, масэ едэйно конэна алейну, утвариня рук наших утверді на нас, масэ едэйно конэнэго, дело рук наших утверді, здесь есть совершенно прекраснейший мидраж, который я просто безумно люблю, и он это мидраж раба, и он просто здесь абсолютно потрясающе, говорит следующее, что как бы когда человек строит дом, он никогда не утверждает дом на себе, он утверждает дом на чем-то, значит, каменщик, тот, кто кладет кирпич, каменщики называют, ставит на фундамент, но фундамент стоит на земле, творение рук утверді на нас, но дома строятся не на нас, какое творение утверждается на том, что человек сделал сам, только одно, его собственная душа, вот душа, она строится на том, как человек ее построил, вот все следующие надстройки, они начинаются над тем, что будет, она как бы существует и массы едей, вот это, то, что это душевное утверждение того, что мы сделаны, это вот именно про это, то есть это как бы про душ, но почему предыдущий стих по пшаку, я же сказал, что псалом является установкой границы вокруг себя от границы защиты, такой пентаграммы, то, что, извините, пожалуйста, называют колдуны, такая пентаграмма защиты, только не в пентаграмму поместить надо злобный дух, а себя надо поместить для защиты от то самое, но это псалом именно вот это постановочные постановки защиты, вот теперь понятно, дело наших рук утверди для нас и повторение утвердить, то есть как бы просьба, чтоб зачхита, который сделан, которое поставлено этим псалмом сработал, вот по каббалистически это вот так, по Сагулу, но еще раз, Рамбов говорит, безусловно, он прав кругом, когда говорит знание имени Всевышнего, это знание, это уверенность в том, что он здесь рядом, что это знание Гашгахи, это Пшадга Пашуб, это прямой смысл, ибо ты знаешь имя, то есть не имеется ввиду, что ты знаешь какие-нибудь хитрые имена, что-нибудь, что знают там каббалисты, нет, он не про это говорит, он говорит, это не про колдовство, это не имена каббалистической литературы, о них в следующий раз, как я понимаю, уже, а это именно, вот, еще раз, вера, еврейская вера, самая простая, это главное, это такое некоторое хипстерское понимание еврейской веры, это то, что Гашгахи здесь рядышком, мы здесь вот с ним вместе живем, и он тут рядышком, и обязательно поможет, потому что, но, но если не сам, то назначат мне в сопровождении парочку ангелов, которые тут будут же рядом со мной, вот про это, но это то, что я хотел сказать, судя по времени, можно, нужно останавливаться уже, ну вот, где-то, окей, народ, короткие вопросы, я хотела про бесов спросить, ангелов Гашем посылает, а бесы, кто это, и черти, вот эти, все в этом псалме, как бы, длинная, длинная история про ангелов посылает Всевышний, здесь понятно, слово Малах это посланец, да, и мы это видим в этом значении, когда вышел Аллах Яков Малахин Лафанах и послал Яков ангелов перед собой, то есть, ну не ангелов, а именно послать. То есть, Малах это дипломат посланец Шалеях для переговоров, это вот это. Но бывают ангелы, посланные Всевышним, здесь все понятно, причем речь идет в таких случаях про то, что называется вот этот известный Медраж, про то, что ангелы такого сорта это одноразовые ангелы, они делают то, для чего посланы и после этого оставляют свою деятельность. При этом, в отличие от того, что принято думать у христиан, значит, у евреев совершенно четкое понимание, что когда речь идет про то, что нужно людям сделать гадость, то посылаются никакие не черти, никакой не вельзиву посылается, а посылаются тоже ангелы, только они называются Малахай Хабала. Я считаю, что правильный перевод этого термина террор ангелы, Хабал, Хаблан террорист, да, террор ангелы. Значит, их тоже, они назначаются, например, ну, я не буду сейчас приводить все истории про террор ангелы. И, чтобы было понятно, в аду в еврейском заправляют совершенно никакой не вельзиву и прочее сатанинское отродье. Сатан у нас ангел высшего разбора, неодноразовый, а многоразовый ангел, глава, главный небесный прокурор, такой же паран был сравнимый с Михаэлем Гавриэлем и так далее, но паран был. А в аду у нас заправляют тоже ангелы. Малахэхабала не заправляют в аду. Не могу отнеслать к Медрашу где-то подробно есть. Теперь. Черти и труд зависят от того, где мы находимся, потому что есть очень мощная терминологическая путаница у того, кто на эту тему пишет, и регулярно люди пишут не очень хорошо разобравшись с что и что, потому что обычному нормальному человеку все это разбираться не нужно. Значит, иногда черти это те, которые, некоторые существа, которые созданы были последними в мире, но не до конца. чаще всего тогда про них говорят, когда говорится слово бес русский, это правильное слово в данном случае. Это непрекаянная душа. Это регулярная душа, которая не смогла покинуть этот мир, причем ее потеряли даже сопровождающие ее террор ангелы, кстати, сопровождая душу из нашего мира, Маса и Бог, смотрите, террор ангелы показывает дорогу, как покинуть наш мир, потому что все-таки душа, прежде чем начать собственное существование, нужно расстаться с оставшимися материальными оболочками, которые связывали ее с нашим миром, ее сопровождают террор ангелы, иногда душа в этом процессе теряется, потому что дорога далеко не для всех простая, там может быть душа очень путанным путем если душа такая застревает, у нее сознание весьма помрачено, и когда там говорят нет, там пришел покойный что-то сказал, что ему хорошо, то вы помните, что ежели пришел и сказал, то у него сознание у этого духа весьма помраченное, поэтому верить не советую, так вот, это вот такого рода явления, те, которые связаны с дибуками и подобными понятиями, это непрекаянные души, которые не могут найти дорогу из этого мира, ну и там среди всего прочего одна из обязанностей истинных цадиков помогать тем душам, которые можно помочь покинуть этот мир наконец, потому что это небольшое счастье, если торчать, нужно как-то отсюда уйти. Эти бесы, будучи довольно помраченном состоянии, регулярно вот эти вот, извините, эти духи, будучи помраченном состоянии, могут превратиться в бесов и довольно сильно вредить людям, но это эксцесс, это разновидность сумасшествия только инфернального, потому что обычно они где тень безутешная ищет меня, да, обычно они довольно безвредны, ну вот в общей сложности если просто говорить, давайте так скажем. Окей? Окей. Можно еще вопрос? Да, пожалуйста. Седьмой стих там звучало с левой стороны и с правой стороны, я просто в самом тексте не могу, не вижу левой стороны, там просто с твоей стороны. Это всех комментаторов смотрим, ну как, упадет сбоку от тебя тысяча и десяток тысяч стороны. По этому поводу переводчики автоматически дополняют слово цад до левой стороны, просто потому, что в переводе будет странно. Сбоку от тебя, значит, такой перевод получится, сбоку от тебя падут тысячи, а справа десятки тысяч у вас нарушение логики идет, как бы, ну, литературной логики. Обычно в таких случаях говорят слева. Правильно дословно будет предословно в переводе сбоку. Некоторая традиция приглаживания текстов при переводе восходит к септуагинте, например, наш псалом септуагинта причастливает довольно крепко, потому что вот эта путаница, где к кому обращается, видно хорошо, что она пытается несколько пригладить текст при переводе, потому что то, что хорошо в оригинале и понятно, при переводе регулярно оказывается не очень. Септуагинта, например, приглаживает второй стих, пребывающий по цене Всевышнего, тот скажет хаше. То есть, они как бы не я скажу, тот скажет двоеточие я, то есть, как бы превращает, ну, вот то, что в Таргуме было, Давид сказал, я говорю, вот в переводе септуагинта, это прямо в текст вставлено, тот скажет двоеточие, я говорю хаше, то есть, как бы они исправляют текст, немножко приглаживают текст, это некоторая старая традиция переводчиков, немножко приглаживают текст. Спасибо. Да. Окей. Ну, хорошо, мы на этом заканчиваем, правильно? Желающие могут задавать вопросы в Телеграме, пожалуйста, Мир тоже там находится. Окей? Да. Да, спасибо, Ваше. Все. Спасибо. Ну, тогда, псурот-то-вод, радуемся возвращению еще десяти пленных. Это произошло с фурой. Паруха-шем. Паруха-шем, да, псурот-то-вод, всем счастливо, пока.